Девушки отдыхают Приморского района Белый, участковый, лонжерона милиции и 10 менее известных лиц в спортивных костюмах, внешности братков 90-х годов. Все, что успел Александр, это позвонить своему другу. После этого хозяина квартиры скрутили и начали избивать. Прибывший на помощь товарищ сумел снять на видео, как Александра практически без сознания выносят за двери. Когда я приехал на место и поднялся в квартиру, на входе я увидел ребят спортивного телосложения. В спортивных костюмах у всех на головах были шапки, натянутые на глаза. То есть люди явно маскировали свои лица. Я попытался пройти выше, меня начали задерживать, заламывать руки. Потом вышел садовой Вячеслав Степанович, дал команду, говорит, убрать его отсюда. Гражданин садовой является бывшим тестем хозяина захваченной квартиры. Он не только спланировал всю акцию, но и непосредственно руководил действиями нападавших. Заказал всю эту акцию, проплатил биле Александра, они его спускали, я видел, как сам садовой бил его по спине. Свои действия захватчики попытались аргументировать законными основаниями. Хозяину квартиры они предъявили решение суда, согласно которому бывшая жена Александра сдала помещение в аренду. Мне сообщил белый инспектор, что решением суда Приморского города Одессы, судья Никитиной, госпожи Никитиной, мою квартиру сдали в аренду арендатору по фамилии Червинский. Отметим, согласно инсайдерской информации, судья Никитина была непосредственно связана с целым рядом сомнительных решений и попытками захвата собственности. При этом в квартире прописан не только хозяин, являющийся инвалидом второй группы, но и его 12-летняя дочь. Более того, помещение вообще находится под арестом на время бракоразводного процесса между Александром и его бывшей женой. Во время съемки корреспонденты вместе с хозяином квартиры попробовали попасть в захваченное помещение. Замки на дверях заменили, внутри голоса и шаги, но никто не открывает. А спустя 10 минут к дому подъехала машина, за рулем крупный мужчина. Именно он, по словам Александра Мельниченко, сейчас руководит засевшими у него дома бойцами. Среди белого дня неизвестный открыто угрожал расправой. Следом за рейдером на место прибывают милиционеры, однако попасть в квартиру не смогли и они. Сотрудники милиции попытались связаться с бывшей женой Александра, от имени которой квартиру сдали в так называемую аренду. Когда бы вы могли приехать в райотдел для дачи объяснений по данному поводу? Ситуацию с захватом сотрудники милиции прокомментировали следующим образом. По этому поводу ничего не могу сказать, так как данные материалы находятся в следственном деле Приморского райотдела. На сегодняшний день в отношении захватчиков возбуждено уголовное дело по статье 189 Уголовного кодекса Украины «Вымогательство». Подозреваемыми среди прочих проходит бывшая жена и тесть Александра. Будет ли инициировано разбирательство в отношении участкового милиционера и работника исполнительной службы гражданина Белого, принимавших участие в захвате, а также судей Никитиной, неизвестно. Если же правоохранительные органы и прокуратура необходимых мер не предпримут, не исключено, что ситуацию возьмут в руки боевые товарищи Александра Мельниченко. Как рассказывает председатель городской организации воинов-ветеранов войны в Афганистане Александр Луценко, вся община возмущена произошедшим. За историю нашего движения афганского такого никогда не было, чтобы к афганцу домой врывались посторонние люди, избивали его, били специально там, где человек ранен, по ранению фактически, вызывая тем самым, наверное, хотели, чтобы он там и скончался, наверное. Отобрали ордена, документы, личные вещи. Это вообще беспредел полнейший. Поэтому настроение у наших ребят очень, знаете, очень накаленное. Другие ветераны Афганистана обратились за помощью к народным избранникам, которые не безразличны к судьбам одесситов. После того, когда я увидел передачу с Мельниченко Сашей, я позвонил человеку, который неоднократно действительно помогал, оказывал помощь афганцам. Это многие знают. И не только афганцам. Вообще многим людям по социальным вопросам помогал. Это Эдуард Гурвиц, тем более он сегодня депутат Верховного Совета. Эдуард Гурвиц взял под контроль. Широко известно, что воины-афганцы не раз брали решение проблем ветеранов в свои руки. Осенью минувшего года состоялся штурм Верховной Рады в связи с попыткой сокращения льгот участникам боевых действий. Не исключено, что в случае пассивности правоохранителей в подобном стиле решат проблему отдельно взятой квартиры и одесские афганцы.